Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео покажу закупку в магазине FixPrice. Сумма покупок составила почти 800 рублей. Но купила все нужное в хозяйстве и немного вкусняшек. Давайте начнем с нужного. Это бумажное полотенце Плюш. Огромная упаковка, хорошее двухслойное полотенце. Покупаю практически постоянно. Стоимость 55 рублей за такую огромную упаковку меня вполне устраивает. Также устраивает меня цена в 99 рублей за упаковочку вот таких полотенец универсальных вискозных от марки Boone Home. Хорошее полотенце, подходит для сухой и влажной уборки. Ну, конечно, это не полотенце, это такие небольшие, мягкие, приятные одноразовые тряпочки. Кстати, некоторые их стирают и используют повторно. Также не первый раз уже приобретаю вот такие салфетки бумажные за 55 рублей. В упаковке целых 180 салфеток. Мне кажется, это самое выгодное соотношение цены и качества. У меня такие всегда стоят на туалетном столике. Очень удобно. Давайте покажу немного бытовой химии. Обязательно минимум раз в месяц покупаю от Home Star гель для очистки труб. Я использую для профилактики засоров. Заливаю раз в две недели по 200-250 мл во все стоковые отверстия. Стоит он сейчас 55 рублей. Раньше стоил 50. Все у нас дорожает. И можно сказать, подсела я на такой вот Биолан. Средство для мытья посуды. Стоит тоже 55 рублей. Написано до двух раз гуще. Да, средство неплохое. Действительно достаточно густое. Кстати, здесь очень большой объем. 900 грамм. Такой огромной бутылки хватает надолго. Посуду мыть хорошо, удобно. И средство, по-моему, с посуды неплохо смывается. Ну, в общем, покупаю, мне кажется, уже четвертую или пятую бутылку подряд. Все меня устраивает. Приобрела также за 55 рублей вот такую огромную упаковку жидкого мыла для рук. Здесь в упаковке 1 литр за 55 рублей. Это, конечно, очень-очень дешево. Хотя написано, что, ну, кремми, да, у нас написано. То есть, вроде бы, это мыло должно быть какое-то кремовое. На самом деле, конечно же, это простейшее, наидешевейшее жидкое мыло. Оно свою функцию выполняет. Отдушку достаточно приятная. Я покупаю уже не первый пакетик этого мыла. Конечно, переливаю в емкость с дозатором. Жидкое мыло использую только на кухне. Вполне для этих целей подходит. Никогда не ухожу из фикс-прайс без пакетов, особо прочных для мусора. В этот раз появились пакеты на 60 литров. В упаковочке 20 штук. Упаковка стоит 50 рублей. Действительно прочные, хорошие пакеты. Губки в этот раз приобрела вот такие от Bone Home. Губка для мытья посуды. Называется она профильная. В упаковке 6 штук. Упаковка стоила всего лишь 25 рублей. Как бы дешево, сердито. Но нормальные на самом деле губки вполне можно пользоваться. Не первый раз также от марки Bone Home покупаю пакеты для замораживания продуктов с завязками. Биоразлагаемые на 3 литра 50 штук в упаковке. 55 рублей за 50 штук. В общем-то неплохая цена. Я эти пакеты использую не только для замораживания продуктов, но и вообще для хранения продуктов. Они очень прочные, никогда не рвутся. Качество мне нравится. Приобрела я две зубные щетки от марки Colgate. Каждая стоила 27,50. Самые обычные, простейшие зубные щетки средней жесткости. Зубные щетки я стараюсь менять часто. Раз, наверное, уже в 2 месяца точно меняю всем зубные щетки. Вот сейчас понадобились. Неплохие, кстати. Недорогие, но вполне себе неплохие. Очень часто покупаю фикс прайс носки. И там еще можно найти носочки за 50 или 55 рублей. Вот эти стоили 50. Спортивные женские носки. Что мне нравится? Во-первых, здесь неплохой состав. Здесь 85% хлопка в составе. Мой размер, да, 23-25. И здесь не очень тугая резинка. Я такие носочки использую и дома ношу, и на улицу, конечно же. И очень приятно такие использовать вечером. Я делаю как бы такую спа-релакс процедуру. Наношу достаточно густым слоем крем для ног. И сверху надеваю вот такие вот носочки. Прекрасно ножки благодаря этому смягчаются, напитываются. И давайте перейдем к продуктов. Продуктов немного. Не первый раз я приобретаю макаронные изделия от Pasta Collection. Упаковка 400 грамм. Стоит всего лишь 25 рублей. Это очень-очень-очень дешево. Представлены разные варианты. Я в этот раз выбрала вот такие спиральки. Макароны сделаны из... Как это у нас называется? Пшеница, да, мука из твердых сортов пшеницы. Это действительно так. И нам это подтверждает, видите, вот время варки. 9 минут. Так долго варятся действительно макаронные изделия только из твердых сортов пшеницы. Также не первый раз покупаю коктейли от молочной речки. В этот раз выбрала коктейль клубника со сливками. Здесь, в принципе, неплохой состав. Коктейли вкусные. Каждый стоит всего лишь 18 рублей 30 копейка. И в моем магазине они хранятся как надо в холодильнике. Поэтому покупать не боюсь. Но покупаю уже не первый раз. Еще никто не отравился. Купила две упаковочки тоже по 18.30. Вот такой, скажем честно, вредной вкусняшки. Это мармелад суфлейный, клубника и банан. Я такие уже упаковочки покупала. Просто как-то гуляла. Зашла в фикс прайс и прямо по дороге такую упаковку, в общем-то, и съела. Очень люблю суфлейный мармелад. Этот вкусный, такой в меру сладкий. Приятный, вредный, конечно. Но, знаете, иногда можно себе позволить. Вот эту вредную вкусняшку я вам даже не буду показывать состав. Состав здесь оставляет желать лучшего. Это печенье сдобное медовое. Есть с начинкой вишни, есть с начинкой клубника. Тоже признаюсь вам, что покупаю уже не первый раз. Упаковочка стоит 55 рублей. Но это печенье очень нравится моему мужу. Это действительно медовое, ну на вкус, по крайней мере, медовое печенье. Для меня, вот покажу вам, видите, вот сколько здесь начинки. Лично для меня начинки здесь очень-очень мало. И вот этот вкус меда, ароматизатор меда, он как бы забивает вкус начинки. Поэтому, ну, лично мне печенье не очень нравится. Муж же, наоборот, говорит, что очень приятно, очень вкусное. Поэтому балую мужа. И уже для всех членов семьи приобрела вот такую упаковочку. Это мини-круассаны 7 Days. Они, конечно, продаются в любом магазине. И цена, мне кажется, везде одинаковая. За такую упаковочку мини-круассанчиков 25 рублей. Ну, просто в этот раз была в фикс-прайсе, поэтому там и купила. Кстати, очень удобно взять с собой такую упаковочку в дорогу, ну и где-то в дороге перекусить. Ну, вот такие покупки были сделаны. Как я уже сказала, сумма покупок составила почти 800 рублей. Ну, в основном куплено все нужное и немного вредных вкусняшек. Всем спасибо за просмотр моего видео. Всем отличного настроения. Всем удачных покупок. Всем пока!